Еще пара движений и вот она свобода! Отдых! Кирилл, по-моему ты и в течение года не особо уставал. Да, что ты понимаешь, это моральная усталость. Ты каждый день переживаешь, что они сделают домашку. Это такое напряжение. Ровно до того момента, пока я не захожу в класс и не даю тебе списать. И у тебя снова есть повод радоваться жизни. Ну, ты в принципе сама по себе повод для радости. Не идти давай, мы с девочками уже почти закончили. Тебя потом ждать не будем, имей ввиду. А у вас уже планы есть? Чем-то вчера слушал. Мы же договаривались устроить целый день насыщенного отдыха. Да-да, кино, попкорн, кафе, какао. А потом с ночевкой кому-то из нас вечер страшных историй. Прикольно. Так, а почему еще уборка не закончена? Давайте-ка быстрее, у нас еще масса работы. Какой работой? Я снова что-то прослушал? Честно, этого и я не помню. Ирина Анатольевна, а что нас ждет после уборки? Вы не могли об этом помнить. Я только что сама узнала о том, что учебный год продлили до конца июля. Видели бы вы свои лица. Шучу. Но с уборкой затягивать не нужно. Вас еще ждут окна в учительской. Фу, ну и шуточки у меня. У меня аж внутри все похолодело. Не говори. Бесит. Слушайте, а давайте тоже пошутим. Холь, да перестань. Чем будем опускаться до ее уровня? А мне нравится ход Сониных мыслей. И мне. Я вообще за любую движуху. Ну что ж, тогда подходите ближе, я сейчас все объясню. Это ей точно отобьет охоту свои шуточки шутить. Еще совсем немного. Буквально чуточку. И я наконец-то отправлюсь в сказочное путешествие под названием отпуск. Алло. Да, добрый день, Елена Юрьевна. Что делаю? Планирую свой отпуск. Самое приятное занятие на работе. Что? Плохие новости? Какие плохие новости? Хорошо. Сейчас зайду к вам. Господи. Что уже случилось? Ну что, заходим? Ребята, добрый день. Увидите Ирину Анатольевну, передайте ей, что я скоро вернусь. Хорошо. Ребята, это знак все складывается для нас наибольшим образом. Ой, напугай. Ирина Анатольевна, а вы, наверное, к Елене Юрьевне направляетесь? Да, а как вы узнали? Ирина Анатольевна, не успели вы. Что значит не успела? Елена Юрьевна буквально минуту назад мне звонила и просила зайти. Вот на секундочку опоздали. Ушла она. Как ушла? Так, не морочки мне голову. Елена Юрьевна! Да, действительно, никого нет. А куда она? А вы что, не в курсе? Не в курсе чего? Ну как, только что пришло письмо из министерства, где было сказано, что из-за карантина все дети должны продолжать учиться. Угу. Все лето до самой осени. С продленкой до шести вечера. Что? Что слышали? И, кстати, вас, Ирина Анатольевна, назначили заведовать этой продленкой. Мы так рады! Короче, как видите, ваша шутка оказалась вещью. Мне нужно срочно... Да, срочно позвоните Елене Юрьевне. Никаких звонков. В смысле? Ирина Анатольевна! Ну что вы в самом деле? Елена Юрьевна сейчас в министерстве. На разборках. Зачем ее отвлекать? На разборках? Ну да, ну да. Правильно. А то, наприказывали. Ишь! Кажется, поверила. Вот бы она еще в министерство поехала, забыв про уборку. Угу. Это было бы забавно. Короче, предлагаю по-быстрому закончить в классе и... И... Идти гулять. Отличный план. Погнали. Это немыслимо. Как же жизнь без отпуска? Что за продленка? А как же мои спа-процедуры в бане на даче? Нет, 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 нет. Этого не может быть. О, а может, устроить забастовку? Ирина Анатольевна, добрый день. Добрее видали. Что случилось? Ой, Лиля Валерьевна, тут такие события разворачиваются, что я даже не знаю, как это описать. Ирина Анатольевна, не пугайте меня. Я надеюсь, это не касается моей Машеньки? Боюсь, как раз касается. Как и всех учеников и учителей нашей школы. В общем, каникул не будет. То есть, как так? Сама в шоке. Распоряжение министерства. Учеба нон-стоп. Да что они себе позволяют? Они не имеют права. Дети же устали. Да-да. А учителя и вовсе на последнем дыхании. Ну, я им устрою. Да я камня на камне не оставлю от этой шарашкиной конторы. Говорите. Что? Говорите. Адрес министерства вашего. Тоже мне ученые додумались детей до изнеможения довести. Лиля Валерьевна, погодите. Погодите. А, мне все ясно. Вы с ними заодно. Ну и сидите здесь мыши образованные. Бойтесь. А Лилия Валерьевна и без вас порядок наведет. Лилия Валерьевна! Я же вам сообщила, можно сказать, секретную информацию. Не подставляйте меня. Вы бы так за детей переживали, как за свою голову литературную. Блин. Вот что здесь опять мама делает? Может сказать ей, что мы пошутили? Да, пожалуй, надо бы. А то мама как мельница, все в порошок сотрет. Не разбираюсь. Машенька, ты слышала эту новость? Да, мам. Я как раз хотела тебе сказать... Не бойся, детка. Мама рядом. Мама все исправит. Я не дам тебя в обиду. Мамочка, тут такое дело... Знаю, знаю. Я все знаю. Я все дела решу на раз-два. Молитесь, министры. Походу, пора раскрывать карты. Мам, не надо. Это мы виноваты. Не успели. И что теперь делать? Твоя же мама как бульдозер там всех подровняет. Может быть, им и полезно будет. А то что они? Ксюша, ты потерялась? Это же мы все придумали. Да, точно. Я так понимаю, вам тоже не удалось остановить Лилию Валерьевну? Да какой там? Разве ее остановишь? Да. Елена Юрьевна наверняка теперь уволит меня. Почему вы так думаете? Ну как же. Я преждевременно информацию сообщила родителям. А Елена Юрьевна, вполне возможно, вопрос уже решила. Что будет? Эта шутка зашла слишком далеко. Как же быть? Может, просто тихонечко по домам посидим немножко, подождем, вдруг понесет. Отличная идея. Вот только к вам всем домой не вернется злая мама после бойни в министерстве. По выдуманному поводу. Не думала, что скажу это, но кажется, мы зря все это выдумали. Ну, про учебу все лето. Я правильно услышала про учебу все лето. И как слухи так быстро распространяются? Ну да ладно. Может и хорошо, что вы все знаете. В смысле? Знаем что? Так вы же сами сказали. Про учебу все лето. Новое постановление. Будем учиться, учиться и еще раз учиться. Вы, кстати, Ирину Анатольевну не видели? Видели. Она в учительской. Ирина Анатольевна, идите сюда немедленно. Будем обсуждать учебный план на лето. Что? Ну как же я? Шевелитесь. Времени на раскачку нет. А вы не расходитесь. Я вас потом тоже проинструктирую. Может, Елена Юрьевна тоже решила пошутить? Вряд ли, Маш. Вряд ли. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok